Привет, друзья! нахожусь в отеле experience сибири с 5 звезд в этом видео я вам постараюсь показать всю подробную информацию по данном отеле поэтому ребят подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео смотрите мои видео и вы тогда будете в курсе самой полезной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями погнали и так вот он холл отеля смотрите он мне что-то напоминает вот таком он египетском каком-то стиле блин в общем луксор он мне напоминает так справа у нас смотрите вот аппликация из автомобиля интересно что это такое раньше был автомобилем или что это не это деревянный с фанеры сделан молодцы ребята постарались а нести необычности в оформлении отеля и заходим холл ух ты не ожидал я от отеля сибири с такого холла принципе не маленький все хорошо все аккуратно все все красиво выглядит слева у нас сразу ресепшен давайте пройдемся дальше посмотрим что у нас здесь да и мебель вроде мы не плохом состоянии так вот у нас выход на какую-то террасу ребята молодцы смотрите что они придумали я так понимаю это чтобы мебель не выгорала чтобы она была всегда в красивом состоянии они ее накрывают видимо это додумались и наверно недавно раньше такого в египте не встречал хотя может быть и было но вижу это впервые я значит тут у нас какая-то площадка видимо здесь наверное проводится анимация вечером вдруг кто-то отдыхал ребят напишите правильно ли я говорю потому что по сцене похоже как бы именно на это а ну-ка что у нас по мебели да там принципе такие стулья вот и мягкие вот эти подушечки это накрыто вот такими чехлами дальше вот мы идем по территории сейчас я буду показывать территорию отеля она конечно такая необычная нестандартная очень-очень узкая вот у нас один бассейн таким вот искусственным водопадом маленький бассейн глубина от метра доме ну там дальше метр сорок пять и там еще чуть-чуть в конце поглубже и сразу вот смотрите живые корпуса там где находится номерной фон шезлонги смотрите это дерево с металлом принципе более-менее состояние и с мягкими матрасами в общем ребят дальше мы пройдемся по территории я вам покажу номер вам покажут номер надеюсь потому что отель сейчас в стопе может быть и не получится посмотреть много и покажу вам пляж и даже постараюсь показать как выглядит здесь питание вот еще у нас один бассейн и у нас имеется небольшая горка вообще небольшая очень маленькая горка кстати сейчас мы идем в номер чтобы посмотреть вроде бы все-таки есть свободный один номер имеется ввиду для того чтобы его просто посмотреть так отель вообще находится на стопе вот и кстати по вот этой дорожке вниз мы можем спуститься к пляжу потому что отель принципе как бы вот ширина отеля вот его корпус видите сейчас я вам показываю вот ширина территории отеля просто на ширину от этого корпуса и видите вот вниз идет дорога это идет дорога к пляжу все корпуса вот устроено что они стоят друг за другом вот такая необычная территория так показываю как выглядит санузел есть у нас косметика в таком виде чистый умывальник маленькое зеркало еще свет дополнительный унитаз и чистенькая душевая кабинка фен наверное где-то в номере надо искать ну и сам номер ребят большая кровать принципе все вроде бы чисто справа у нас плазма дальше дальше вот у нас чайный набор пара стулов столик и принципе нормальный балкон хороших размеров мебель старая на балконе видимо стну стулья в общем так себе непонятно нормальные либо ненормальные вроде нормальные принципе сойдет есть маленький столик пепельница и сушилка для вещей смотрите какой вид у нас на бассейн ну краем глаза может быть что-то вы он видите море но это можно сказать что отсутствует полностью вид на море у отеля разве что в номерах deluxe сейчас мы посмотрим они там ближе к морю расположены может быть что-то видно так ребят сейчас я вам покажу все таки как выглядит ресторан в отеля вот покажу как выглядит питание и может быть потом я еще успею сбегать на пляж отеля и показать вам как выглядит пляж в отеля как выглядит понтон что у нас заходом в воду и возможно покажу что у нас под водичкой ладно не будем загадывать давайте посмотрим как выглядит ресторан и питание и потом разберемся что будет дальше так тут у нас вроде бы как свежевыжатые соки но скорее всего юпи дальше тут у нас стол с хлебобулочными изделиями ну а дальше у меня просто не было возможности комментировать все эти блюда которые представлены на шведской линии потому что в ресторане был очень большой шум все это из-за того что ресторан сам небольшой то есть помещение ресторана маленькая а людей было много потому что на данный момент туристов была полная заполняемость в отеле это единственный минус этого ресторана в общем дальше я вам лучше расскажу ту информацию которую я не успел вам рассказать во время пока делал обзор территории этого отеля и так один из важных таких вот нюансов это когда одевают туристам браслеты значит браслеты одевают туристам с 10 30 утра и срезают четко в 12 часов дня поэтому all inclusive будет в рамках этого времени но заселение естественно хоть в 10 30 вам одели браслеты заселение будет как правило с 14 часов по интернету вайфай здесь только платный значит стоимость вайфая 10 долларов на одно устройство на неделю то есть если вы хотите на два устройства нужно платить 20 долларов попробовать раздать я не знаю не пробовал потому что к вайфаю не подключался но отельер говорит что вайфай будет работать и на территории отеля и в номере дальше еще один важный нюанс по работе главного бара тот который в лобе значит работает он 24 часа в сутки но бесплатно работает он с 10 30 до 24 00 то есть ночью если кто-то захочет выпить алкоголя и либо еще каких-то напитоков нужно будет оплачивать это все и еще небольшая бесплатная плюшка от отеля это трансфер в нам обе и в старый город но обязательно только по записи это отличный бонус для туристов которые хотят прогуляться по активному променаду шарм-эль-шейх а так ребят значит я быстренько сделал себе экспресс-обед извините пожалуйста за то что очень криво все я снял но там людей нереально было ладно давайте так я пообедал сейчас иду на пляж чтобы показать вам какой здесь риф у отеля experience и бриз вот первое что хочу вам показать это дорогу по которой туристы ходят на пляж сейчас я пока иду показываю вам дорогу она такая обычная просто спуск вниз так вот пока иду рассказываю вам что было на обед потому что ну вы сами видите снять что-то толковое там просто невозможно это нереальное количество людей просто очень много людей помещение небольшое в общем вот из-за этого у меня не получилось нормального снять что было из еды на обед но рассказываю из мясного принципе основное мясо это говядина была и курочка еще была рыбка в пляре это я попробовал очень вкусно еще было что-то из морепродуктов на гриле это я тоже попробовал было вкусно курочку попробовал говядину не пробовал просто там очередь была как-то но не очень там людей много было никогда было подходить за говядины поэтому говядину не пробовал все и огурцы с помидорами то есть у меня обед был морепродукты на гриле пару кусочков рыбы курочки кусочек небольшой и огурчики с помидорчиками огурчики с помидорчиками были кстати вкусные не так как некоторых отелях что просто как вода ну по крайней мере мне так показалось что были вкусны и сладостей ну по фруктам я вам вроде бы более менее нормально показал я кушал виноград и бананчик один к маленький вкусный ароматный все все нормально по фруктам как бы из того что я кушал дальше значит что еще было сладости ребят ну сладости мне понравилось я взял ну как понравились там я взял одно пирожное такое как бы необычное вот оно было очень вкусно собственно говоря вот такое питание и сейчас слева вы видите последний корпус в этом отеле он расположен максимально близко к пляжу и вот именно в этом корпусе находится номера категории deluxe это 18 корпус по счету идет эти номера находятся на втором и на третьем этаже в этом корпусе и именно из номеров категории deluxe будет фронтальный вид на море то есть еще раз акцентирую внимание на то что только в этом корпусе будут номера с нормальным видом на море и если вам нужен категорический номер с видом на море то бронировать нужно только номер категории deluxe потому что по факту на месте все эти номера могут быть просто заняты так и вот он пляж смотрим как здесь у нас заходом вот так у нас здесь заходом значит смотрите есть где-то 3-4 метра песчано-галечного захода с мелкой с мелким песком ага смотрите вот у нас спуск воду видите ступеньками вот так он сделан и значит что мы здесь имеем мы имеем всего вот тут вот два метра где песчано-галечное покрытие дна а дальше уже пошел коралл коралловая корочка поэтому по коралловой корочки нужно ходить в специальной обуви кораллов но там опять видите вот кто-то плавает я вижу там песочек но чтобы до него дайте нужно пройтись по коралловой корки собственно говоря видите как бы но деткам деткам маленький да и взрослым тех кто боится плавать ну возле берега при приливе вы можете на два метра зайти в море все ребят это ну где-то по колено может чуть выше чем по колено не больше так что можно сказать заходом песчаным здесь не все хорошо рыбки подплывают прям берегу вот я вижу рыбки хирурги плавают еще он там какие-то разновидности рыбок в общем это то что с берега пойдем пойдемте посмотрим что у нас понтоном так понтон короткий относительно короткие стационарный сейчас вам все покажу ребят все в деталях начали вот я иду по понтону сейчас покажу ребят какой у нас здесь коралловый риф вот и как выглядит прям спуск в водичку с понтона тут у нас идет лестница деревянная вот и дальше у нас тут уже вход в воду пластиковая лестница еще один вон той стороне вижу принципе риф сразу возле края понтона еще есть такой один плавучий небольшой кусочек пластикового понтона так ну давайте посмотрим что у нас реком и первое что мы видим это спуск с пирса в море то есть мы видим что спуск стационарный и спокойно по ступенькам держась за поручень спускаемся в море глубина тут небольшая я имею ввиду в том смысле что это не как у других отелей когда вы спускаетесь и там сразу без на 20-40 метров тут несколько метров но до дна никто ногами не достанет поэтому спуск в море лично для меня тут полностью комфортный по рифу как вы видите тут есть и живые кораллы и неживые кораллы в любом случае если поплавать влево вправо можно найти более интереснее кораллы главное тут просто не бояться в любом случае тут риф вполне нормальный то есть имеется ввиду для домашнего рифа отеля то есть не обязательно куда-то ехать на морскую прогулку чтобы посмотреть красивые рифы да в этом отеле не самый грандиозный коралловый риф но именно как для домашнего он вполне нормальный это я беру сравнение там с другими отелями в которых я побывал возле которых я плавал и видел интересные красивые рифы но мы говорим именно в рамках этого отеля по рыбкам которых я здесь видел это абудепту обыкновенный или рыба сержант имеет светло-черный полосатый наряд ну самая часто встречаемая рыбка красного моря длина ее до 18 сантиметров чаще всего размером около 10 сантиметров потом рыба-попугай в довольно пестром наряде у которой на лбу имеется нарост как плюв у попугая эти рыбы абсолютно мирные и безопасные а также рыбохирурги и много других обитателей красного моря кстати ребят смотрите значит как выглядит территория пляжа с понтона какая она каскадная но красивая такая с одной стороны мне нравится для взрослых принципе вообще но для молодежи по ступенькам конечно может быть ходить людям возрасте будет не самый лучший вариант хотя ступеньки здесь ну смотрите ну вообще как бы их немного но не есть то есть всего получается примерно 5 уровней между которыми есть вот такие ступеньки и кстати еще хотел бы обратить внимание туристов с маленькими детками а именно с детками которых еще возят коляск то есть если вы захотите пойти с ребеночком своим на пляж и естественно вы его повезете в коляске то там вам либо придется оставлять коляску наверху либо спускать отдельно детей отдельно коляску по этим ступенькам в общем ребят мое дело вас предупредить а вы думаете сами подходит либо не подходит потому что пандусов при спуске на пляж я нигде не видел ребят в общем показал я вам экспириенс и принципе звезд значит принципе нормальный отель значит не все понравилось все устроило если кто-то отдыхал в этом отеле обязательно ребят напишите в комментариях под этим видео ваше мнение ваш отзыв что понравилось что понравилось когда вы отдыхаете зимой летом весной осенью как у вас было с питанием напишите все обязательно в комментариях вот этим видео я почитаю есть вопросы задавай ну и подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик смотрите видео и тогда ваше путешествие будет всегда только с положительным впечатлением до новых встреч друзья пока пока